Ответ на вопрос к нашумевшему видео «Лучшие для эрекции препараты». До сих пор вы мне пишите очень много интересных комментариев. То, что я сейчас буду читать, это многие бы считают это каверзным, советуют мне вообще на них не отвечать. Но давайте прочтём, что писалось под этим видео. Владислав Рыбак пишет. «Вот, мужики, за что спасибо? Сами не понимаете, что смотрите. Она подбирает вам разную хрень. Все вопросы, если есть, помогают только уролог и назначают, а это называется медвежья услуга, у каждого своя болячка». Ему отвечает Виктор Иванович. «А спасибо за то, что человек помогает. Помогают лучше всякого врача. Не веришь – понаблюдай. А я и понаблюдал, и многими её советами пользуюсь. И очень благодарен». Далее Виктор или Виктори пишет. «Ты думаешь, ты умнее тех, кто под видео поставил 10 тысяч лайков?» А это моё видео действительно набрало 10 тысяч лайков и до сих пор остаётся самым популярным. Так, о комментарии от благодарных людей. Походу «ты» и много точечек. Далее. «Елена, как вам удаётся быть и урологом, и сексопатологом, и кинекологом?» И чётко преподносите самое ценное, самое важное. Ответ. «Я очень долго нахожусь в медицине. И начался мой путь из медицинской семьи в медицинское училище, школа массажа мануальной терапии и уже Харьковская национальная академия, где училась на фармацевта-провизора. Что делают в этих заведениях? От медучилища до университетов и академий мы несколько лет подряд учим заболевания. И науки, такие как урология, кинекология, педиатрия, хирургия. И только последние два года мы учим, в два-три года или там ещё несколько лет, мы учим узкий профиль. Например, решила я стать фармацевтом, более углублённой я буду изучать фармацевту. Захотел кто-то стать урологом, он будет учить урологию. Захотел стать кардиологом, будет учить углублённо кардиологию. Так что поверьте мне, что знаний у меня на этот момент хватает. Могу я быть и урологом, и гинекологом, и сексопатологом. Плюс мой стаж и мой опыт. Где только не работала, с кем я только не работала, кого только я не лечила. За 30 лет всякое у меня было. Плюс наблюдение. Плюс сколько раз мы работали в связке с врачами. Когда врачи приходили, я работала в крупных медицинских центрах. Моя аптека находилась и в диагностических центрах, где я работала до десятка лет. Там врачи приходили и советовались. Вот мне нужен такой-то состав, вот такие-то препараты. Пожалуйста. Иногда и мне врачи отправляли своих пациентов, чтобы я расписала правильно. Потому что мне назначали составы, а я должна была подобрать правильно препараты, в которых будут нужные компоненты. Поэтому, поверьте, связка с врачами тоже многое дала. Плюс отзывы больных про лечение. К нам в аптеку приходят и до сих пор меня благодарят. Не просто словом, а еще и угощением несут, и подарки, и цветы. Благодарные люди. Отзывы и успехи больных – это практика. Это конкретный результат. Поэтому вам всем решать, что смотреть, что нет, что применять, что нет. Воспринимать мои советы или нет. Проверять, верить. А многие просто идут к врачам и сверяют, что советую еще я. Кстати, так же поступаю я. Хоть я и фармацевт, у меня много образований медицинских, но даже я смотрю на то, что знаю еще. Медицина не стоит на месте, она развивается. И хороший врач в курсе всего. Поэтому решать вам. Никто никого не заставляет сидеть на моем канале, смотреть мои видео. Но хочу сказать точно, что мудрые подписались, мудрые поделились этим видео. И мудрые сегодня здоровы, а если даже и болеют, то ведут такую жизнь, что даже здоровые позавидуют. Поэтому решать вам, дружить ли вам с моим каналом. На этой нотке я, ваш домашний лекарь, аптекарь Елена, прощаюсь с вами. Благодарю вас за то, что вы до сих пор были со мной. Кто еще не подписался, подписывайтесь на канал, ставьте мне лайк. Вам это ничего не стоит, а мне приятно. И до следующих интересных новых видео. Пока!